Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 мая. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. Сегодня, 16 мая, отмечается Международный день света. В разные годы истории, 16 мая, происходили следующие события. В 1615 году в селе Григоровское под Калугой родился Богдан Матвеевич Хитрово. С 1647 года он руководил строительством засечной черты от Суры до Волги. Именно в ходе этих работ в 1647 году Богдан Хитрово основал крепость Корсун, а в 1648 году город Симбирск. Позднее исполнял ряд ответственных государственных поручений. Заведовал челобитным приказом, был полномочным послом в Польше, участвовал в военных походах против Польши и Швеции, возглавлял оружейную палату. В 1768 году российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I, который в будущем получил название «Медный всадник». 16 мая 1815 года Венский конгресс принимает решение о присоединении большей части бывшего герцогства Варшавского под новым названием «Царство Польское» к Российской империи, как сказано в документе «На вечные времена». В 1863 году в этот день в Российской империи началось строительство Одесской железной дороги. 16 мая 1867 года в России основано Общество Красного Креста, хотя первая община сестер милосердия помогала раненым еще в период Крымской войны. 16 мая 1896 года в Петербурге в саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. А 16 мая 1924 года вышел в свет первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка». В 1941 году в этот день на экраны Советского Союза вышел фильм-сказка режиссеров Надежды Кашеверовой и Михаила Шапира «Золушка» с великолепным ансамблем актеров, среди которых Енина Жеймо, Эраст Гарин, Фаина Раневская и Василий Меркурьев. 16 мая 1964 года при участии СССР в Египте завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины на реке Нил. 16 мая 1969 года советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг своей конечной цели – планеты Венеры. А 16 мая 1985 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Документ послужил началом процесса, названного впоследствии Горбачевской антиалкогольной компанией. Специальный репортаж На территории нашего региона продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». О достигнутых результатах и о ближайших планах работы по реализации данного национального проекта на заседании штаба по комплексному развитию региона доложил заместитель министра транспорта Ульяновской области Сергей Кулик. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Ульяновская область принимает участие в трех проектах. Это региональная и местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. Основными целями национального проекта является повышение протяженности автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, и снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на территории Ульяновской области уже пятый год. За это время удалось существенно повысить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии – 43% на старте национального проекта до 50,09% по итогам 2022 года. При этом в прошлом году мы уже фактически достигли значения показателей, установленного на 2023 год. Таким образом, мы вплотную приближаемся к целевому показателю 2024 года. Процент нормативных дорог к 2024 году должен составить не менее 51,09% областных дорог. Что касается доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, то базовое значение данного показателя на начало 2018 года составляло лишь 57,5%. По итогам 2022 года уже 79,49% автомобильных дорог, входящих в состав Ульяновской городской агломерации, соответствуют нормативным требованиям. При этом план составил 79%. К концу 2023 года значение данного показателя установлено на уровне 82%, а к концу 2024 года – не менее 84,18%. В текущем году на реализацию всех мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» направлено почти 5,3 млрд рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Теперь более подробнее о каждом региональном проекте. Региональный проект – региональная и местная дорожная сеть. Финансирование в 2023 году на данный проект составляет 4,076 млрд рублей, в том числе 1,950 млрд рублей из федерального бюджета и 2,125 млрд рублей из консолидированного бюджета области. Будет отремонтировано 49 объектов протяженностью почти 122 км автомобильных дорог, из них 31 объект протяженностью 107 км на областных дорогах и 18 объектов протяженностью порядка 14,6 км – это уличная дорожная сеть города Ульяновска. Для сравнения, в прошлом году в рамках национального проекта было отремонтировано около 109 км. В настоящее время на областных дорогах ведется работа на 14 объектах. Общий процент выполнения составляет 11%. Кроме автомобильных дорог, в рамках регионального проекта идет ремонт мостовых сооружений. Если в прошлом году было отремонтировано 5 мостов протяженностью 173 погонных метра, то в текущем году запланировано капитально отремонтировать 10 мостов протяженностью 317,7 погонных метра на автомобильных дорогах регионального значения. Стоимость работ составит 561 млн рублей. В 2023 году продолжится также строительство двух объектов в городе Ульяновске. Это строительство автодорожного моста через реку Свиягу в створе улицы Шевченко и улицы Смычки и реконструкция моста по улице Минаева с подходами. В настоящее время все работы на объекты ведутся в соответствии с утвержденными календарными графиками. Мост через реку Свиягу в створе улицы Шевченко и улицы Смычки в соответствии с муниципальным контрактом будет введен в эксплуатацию до 1 марта 2024 года, а в сентябре 2024 года будет введен в эксплуатацию мост по улице Минаева. Такова ситуация по реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть». А вот как обстоят дела в реализации проектов «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В части реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных дорогах запланировано выполнить освещение 9 транзитных участков автомобильных дорог протяженностью порядка 20 километров. Стоимость работы составит 69 миллионов рублей. Переходим к региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На данный проект предусмотрено более 1 миллиарда рублей. К 2024 году не менее 40% объектов в рамках национального проекта должны быть с использованием новых технологий. Но фактически данный показатель ежегодно перевыполняется. Так, в 2022 году значение данного показателя составило 50,7%, при плановом 20%. Весь ремонт автомобильных дорог был выполнен с новыми технологиями. Еще одним результатом регионального проекта является развитие системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Показатель по увеличению количества стационарных камер фото-видеофиксации на 2023 год установлен на уровне 220 стационарных камер. По факту, на конец 2022 года и до настоящего времени функционируют 224 стационарные камеры фото-видеофиксации. К 2024 году показатель установлен на уровне 225 стационарных камер фото-видеофиксации. Дополнительно также используются 31 передвижных и 9 мобильных комплексов. В 2023 году продолжится работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Ульяновской городской агломерации. Так, в прошлом году были заключены два государственных контракта на разработку и внедрение модулей и подсистем единой платформы управления транспортной системой Ульяновской области и пяти муниципальных контрактов на внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением города Ульяновска. Создание центра управления дорожным движением и модернизация 95 светофорных объектов. По итогу 2022 года были уже модернизированы 44 таких светофорных объекта. В настоящее время проводится работа в целях увеличения пропускной способности и безопасности дорожного движения на дорогах города Ульяновска по организации дорожного движения «Зеленая волна». Первый этап «Зеленой волны» уже запущен 5 апреля текущего года по проспекту Нариманово. Средняя скорость движения составляет 60 км в час. Далее планируется создание «Зеленой волны» на улице Урицкого, улице Пушкарева, улице Кирова, Локомотивное и по Московскому шоссе. Переходим к региональному проекту «Безопасность дорожного движения». На старте реализации национального проекта количество погибших в ДТП составляло 14 человек на 100 тысяч населения или 176 человек на конец 2017 года. За 5 лет удалось снизить количество погибших от ДТП. По итогам 2022 года показатели по снижению смертности составили 141 человек. В текущем году необходимо обеспечить дальнейшее снижение смертности. По итогам 3 месяцев 2023 года все показатели находятся в зеленой зоне. Целевой ориентир для нас к 2024 году – это количество погибших от ДТП – не должно превысить 110 человек в год. Но мы понимаем, что речь идет о человеческих жизнях и, конечно, будем ежегодно стремиться к более существенному снижению количества погибших. В рамках проекта одним из инструментов снижения смертности является обустройство горизонтальной разметки. Так, в текущем году она будет нанесена на 3000 км автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Из них порядка 470 км будет выполнено с использованием износостойких материалов, то есть термопластика. Также будет установлено 812 дорожных знаков, обустроено более 7800 погонных метров удерживающих ограждения на опасных участках дорог, освещено 10 вновь обустроенных пешеходных переходов, также будет обустроен один пешеходный переход по национальным стандартам. Отдельное направление в рамках проекта – это работа по обучению детей и их родителей навыкам безопасного пребывания на дороге. Она реализуется Министерством транспорта области совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, а также УГИБДД и МВД России по Ульяновской области через проведение классных часов, бесед, конкурсов, тематических мероприятий, информационное сопровождение в СМИ и сети интернет, информационные школьные стенды. Также дорожную безопасность на территории региона пропагандируют отряды юных инспекторов движения. Информация о ходе реализации проектов будет отражаться в специально подготовленных интервью, радиоэфирах, видеосюжетах, публикациях в интернете, статьях в печатных изданиях и в социальных сетях. Завершен ремонт отделения профилактики Ульяновской городской поликлиники номер 4. Рассказывает исполняющая обязанности заведующая отделением профилактики Ульяновской городской поликлиники номер 4 Ирина Белова. Ремонтировать отделение профилактики начали в 2022 году. В этом году у нас уже закончился ремонт. Мы сейчас переехали в новые современные комфортные условия. Нам очень все нравится. Мы находимся на первом этаже. У нас расположены рядом несколько кабинетов, которые нужны именно для прохождения диспансеризации. Это кабинет приема пациентов, женский смотровой кабинет, процедурный кабинет, кабинет внутриглазного давления, флюорография, обследование у нас рядом. То бишь пациент приходит, ему не придется бегать по поликлинике, он будет сразу проходить все в один день. И, кстати, анализы, которые он сдает с утра, они уже после обеда у нас тоже будут готовить. То, что ремонт произошел, то, что нас объединили, это очень комфортно и для нас, и для пациентов, что мы теперь будем находиться все в одном месте. Люди будут проходить диспансеризацию, профилактические осмотры. Все, что включено по 404-й момент приказу, люди смогут здесь пройти сразу, не бегая по поликлинике. Единственное, что у нас маммограф только будет на пятом этаже, но он у нас новый, современный маммограф. Туда тоже по записи, по времени, чтобы не было очереди. Мне кажется, все довольны. Можно ли хотя бы примерно оценить, сколько человек ежедневно приходит на прием в ваше отделение? Женский смотровой смотрит в день 30-35 человек. Процедурный кабинет у нас принимает 30 человек. Мы работаем уже в полном объеме. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8 до 7, и в субботу мы работаем с 9 до 5. Все расписание у нас записано, люди проходят обследование, люди довольны. Для того, чтобы привлечь больше наших радиослушателей к прохождению диспансеризации, давайте напомним, что включает в себя диспансеризация и почему так важно регулярно ее проходить. Диспансеризация и профилактические осмотры подразумевают скрининговое обследование на онкологию, на развитие сердечно-сосудистых патологий. При раннем выявлении этих патологий мы можем предотвратить заболевания. У нас очень большая смертность от заболеваний системы кровообращения. У нас очень много инфарктов, у нас очень много инсультов, потому что люди действительно не следят ни за сахаром, ни за холестерином, ни за давлением. Но пройдя диспансеризацию, любой человек может предварительно записаться на госуслугах, может записаться в регистратуре, может из кабинета врача, через колл-центр. У нас очень много каналов, через которые может человек записаться. И просто минуя врача даже, он приходит, сдает уже анализы, необходимые для скринингового обследования. На маммографии мы уже выявили несколько раков. То бишь, женщины ходят и не знают, что у них там на самом деле. А попав к нам на диспансеризацию, мы уже выявляем даже онкологию. И сразу на ранних стадиях мы направляем уже к гинекологам, к маммологам и на дальнейшее обследование и наблюдение. Поэтому это очень важно. У многих пациентов высокий очень холестерин. Это очень важный фактор развития атеросклероза, который как раз и ведет к инфарктам и к инсультам. Сейчас направлена наша профилактика на борьбу с этими заболеваниями. И очень много умирают молодых людей. И от инфарктов, и от инсультов. Если раньше все заболевания онкологические, сердечно-сосудистые, мы больше отводили в сторону пожилого населения, то сейчас все эти заболевания помолодели. И поэтому женщины, например, у нас женский смотровой кабинет, они не всегда могут дойти до гинекологов. А здесь, пожалуйста, они пришли, у них взяли мазок на онкоцитологии, их осмотрела акушерка. Если что-то там ей не понравилось, она тут же уже записывает гинекологам, то бишь, человек опять никуда не бежит. Сразу его направляют и попадают уже к соответствующему доктору. Поэтому я считаю, диспансеризация – это очень важно. И сейчас много уделяется внимания диспансеризации профилактическим осмотрам. И мы ждем всех, и будем очень рады абсолютно всем в нашем отделении. Приходите, пожалуйста, мы вас будем ждать. Рассказ о завершившемся ремонте в отделении профилактики и о том, какие дополнительные возможности и удобства получают теперь посетители благодаря проведенным ремонтным работам, продолжает главный врач Ульяновской городской поликлиники номер 4 Валентина Караулова. То, что отделение профилактики у нас сейчас переехало на первый этаж, это, конечно, очень хорошо для пациентов. И здесь ремонт завершен. Планы еще у нас в этом году. Мы очень хотим отремонтировать третий, четвертый этаж. Там, где у нас в основном находится вся терапевтическая служба приема терапевтов и узкие специалисты. А что касается первого этажа, то здесь мы продолжаем реализацию проекта по записи пациентов на прием к врачу. Ну и у нас колл-центр работает. Мы его тоже переместили в более удобные условия для них. Они у нас работают на пятом этаже, там, где было отделение профилактики. Очень хорошо стал работать у нас аппарат маммографии. Это где-то в среднем 70 человек в день. И мы даже, говорим, мы бы еще один аппарат поставили, было бы 140 человек в день. Потому что вот только за эти два месяца выявлены патологии женской сферы, конкретно молочной железы, более 400 случаев. Это, конечно, не говорит о том, что все это онкология, но среди них есть и онкология. И к нам присылают из муниципальных образований сельской местности. У них вот тоже из 58 выявлено уже 6 подозрений, конкретно на рак молочной железы. Поэтому это очень востребовано, это очень нужно. Потом мы получили аппараты ультразвукового исследования. У нас сейчас 5 аппаратов, 5 кабинетов, 5 врачей работают по УЗИ. Ну, очередь не больше двух недель, в общем-то, очередности большой нет. ЭКГ, то есть функциональная диагностика работает. Планов очень много. И в этом году мы еще получаем новый рентгеновский аппарат на два рабочих места. Что тоже очень востребовано. Человек 80 в день у нас приходит на флюорографию. Какова численность населения, которое получает медицинскую помощь в поликлинике номер 4? И сколько врачей работает здесь? Более 129 тысяч официально населения, которое приписано к нашей поликлинике. 76 врачебных участков. Укомплектованность порядка 60%, потому что, к сожалению, не на всех участках у нас есть на сегодня врачи. Но 76 участков, сами понимаете, это много очень. Поэтому у нас за каждым доктором закреплен дополнительный участок, потому что люди не должны оставаться никуда не прикрепленными. Поэтому мы будем говорить и о строительстве филиала поликлиники 4, потому что разгрузить вот конкретно это здание необходимо. Будет строиться поликлиника. Очень надеемся мы на это, на Шигаева. Ну и второй филиал, пока вопрос не решен, где он будет строиться и как бы. Экосфера Экосфера Возле села Масеевки зафиксированы смещение и протечка трубы с сильным подмытием тела дамбы. В неудовлетворительном состоянии находится и гидротехнический объект в овраге Новозеленковский, возле села Новая Зеленая. На объекте в овраге Чиялик-Елга, севернее села Вязовый Гай, сильно размыт и частично разрушен перелив. На гидротехническом сооружении возле дома номер 135 по улице Комарова в селе Средняя Терешка отмечено подмытие боковой стенки водовыпуска. Министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнара Рахматулина сообщила, что в настоящее время по поручению губернатора Алексея Русских проводится работа по переводу всех гидротехнических сооружений на баланс муниципальных образований. Это позволит в дальнейшем получить федеральные средства на их восстановление. А пока все объекты должны находиться под постоянным наблюдением, добавила Гульнара Рахматулина. Кстати, в том же селе Средняя Терешка, о котором сегодня уже шла речь, имеется еще одно гидротехническое сооружение. Это красивый ухоженный пруд, техническое состояние которого не вызвало у проверяющих никаких замечаний. И этот пруд находится в собственности муниципального образования. Удачная жизнь Сегодня наши информационные ассорти о ней, о капусте. Капуста брюссельская. Брюссельскую капусту выращивают через рассаду. Семена высевают в начале апреля, лучше сразу в отдельные стаканчики, на глубину полтора сантиметра. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля. Она не боится заморозков, без проблем удерживает понижение температуры до минус 10 градусов. Как ухаживать? Брюссельская капуста любит обильные поливы. Даже во влажных регионах ее нужно поливать один раз в неделю. По три ведра воды на один квадратный метр. А еще, как уверяют специалисты, брюссельскую капусту невозможно вырастить без минеральных удобрений. Продолжаем наши капустные новости. На очереди советы по выращиванию капусты кальраби. Кальраби тоже холодостойкая капуста, поэтому семена можно высевать сразу в открытый грунт с конца апреля. Созревает она быстро, около 70 дней. Поэтому посевы можно делать до начала июля с интервалом в две недели. Так у вас постоянно будут свежие стебли, плоды. Как ухаживать? Поливать кальраби нужно один раз в неделю. Но первые три недели чаще. Один раз в два-три дня. Это важно, потому что при недостатке влаги стеблеплод становится грубым и невкусным. Подкормить капусту кальраби достаточно только один раз настоем кровяка. Один к десяти. В момент, когда стебель начинает утолщаться. А еще кальраби нужно окучивать. Первый раз, когда образуется 5-6 листьев. А затем каждые две недели. Интересно, а вот в какой капусте аист все-таки находит детей? Может быть, в цветной? Тогда теперь про нее будем слушать полезные советы. В южных регионах России семена цветной капусты можно высевать сразу в открытый грунт в конце апреля. А в северных ее выращивают через рассаду. В этом случае семена можно посеять в три срока. В начале марта, в мае и в конце июня. Глубина заделки 1 см. Как ухаживать? Поливать цветную капусту нужно часто. В идеале 2 раза в неделю. Если такой возможности нет, 1 раз в неделю. Но в этом случае грядки нужно замульчировать, чтобы почва дольше оставалась влажной. Но и напоследок советы по выращиванию брокколи. Брокколи тоже обычно выращивают через рассаду. Семена высевают в отдельные стаканчики в середине марта. Но можно и раньше, с конца февраля на глубину 1,5 см. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля. А она без проблем выдерживает заморозки до минус 10. Поливать брокколи нужно не часто, в отличие от кальраби и цветной капусты. Но обильно. По 4-5 литров воды на один куст. А еще в жару ее нужно опрыскивать по листьям. Через 15 дней после высадки в рассад подкормить настоем кровяка 1 к 10. Норма расхода – пол-литра на растение. Через 14 дней после первой любое минеральное комплексное удобрение, согласно инструкции, полить под корень и 1 столовую ложку золы. Заделать почву на один куст. А ведь в магазине все экзотические виды капуст стоят недешево. Тогда давайте пробовать выращивать сами. Удачи всем на даче! Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Если верить этикеткам, многие продукты, особенно кисломолочные, богаты пробиотиками или пребиотиками. Несмотря на внешнюю схожесть этих слов, значения у них различаются. Причем сильно. Пробиотиками называются полезные живые бактерии, которые нужны для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Микрофлора – это сообщество микроорганизмов, которые живут в кишечнике и взаимовыгодно сосуществуют с человеком. Пребиотики способны подавлять негативное влияние болезнетворных и условно-патогенных микробов. А вот пребиотики – это вещества, которые отвечают за рост и биологическую активность представителей микрофлоры. Другими словами, пребиотики – это корм для пробиотиков. Например, это клетчатка, которая не переваривается человеком, но перерабатывается полезными бактериями. И на этом у меня на сегодня все. Будьте здоровы! У микрофона журналист Евгений Сминей. Спортивный клуб В очередном туре Чемпионата России по футболу в первой лиге Ульяновская «Волга» принимала на своем поле футбольный клуб «Балтика» из Калининграда. Эта команда не только возглавляет турнирную таблицу, но и уже практически обеспечила себе право выступать в высшем дивизионе российского футбола в следующем сезоне. В предшествующих 30 играх чемпионата «Балтика» проиграла лишь в самой первой игре на старте турнира, после чего 29 матчей не знало горечи поражений. Кстати, главным тренером команды является легендарный в прошлом игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Вот такой грозный соперник приехал к нам в Ульяновск. При этом и ульяновцы, и, вероятно, калининградцы тоже наверняка не забыли, что в первом круге турнира наша «Волга» была одной из немногих команд, которая на том самом знаменитом стадионе в Калининграде, на котором проходили матчи Чемпионата мира в 2018 году, сумела сыграть с «Балтикой» в ничью 2-2, отобрав очень важные в то время для калининградцев очки. Новая встреча уже знакомых друг другу соперников сразу же началась с атак. И уже на седьмой минуте гости имели реальный шанс открыть счет. С очень близкого расстояния удар по нашим воротам нанес Тамерлан Мусаев. На наше счастье немного не точно. Достойно ответили волжане на 16-й минуте. После перехвата мяча Денис Рахманов в одно касание дал пас налево Герману Паскину, и тот пробил поворотом с острого угла. Голкипер «Балтики» не без труда отбил мяч на угловой. На 18-й минуте заслужил овации ульяновских трибун Белал Белалов. Остроумно обыграв игрока «Балтики» Владимира Лазарева, ульяновец сместился в центр и метров с 23-х пробил поворотом. Вратарь калининградцев был бессилен, но летящий мяч отразила штанга. На 22-й минуте ошибку в обороне допустили волжане, но наш голкипер Андрей Клеймович сыграл надежно и исправил ошибки защитников. Кстати, к середине первого тайма 57% времени владели мячом ульяновцы. Солидный перевяз предпоследней команды первой лиги над лидером дивизиона, который, к сожалению, не реализовался в забитые голы. В период с 33 по 40-ю минуту «Волга» провела еще несколько неплохих атак на ворота «Балтики», но опять обошлось без забитых голов. Основное время первого тайма истекло. Судья добавил одну минуту компенсированного времени. И именно в эту минуту лучший бомбардир первой лиги, боснийский леонер в составе «Балтики» Гедеон Гузина, ударом головой отправил мяч точно под перекладину ворот «Волги». И счет стал 0-1 в пользу гостей. После чего судья сразу же отправил команды на перерыв. В начале второго тайма, в считанных сантиметрах от штанги, но с внешней стороны от ворот прокатился мяч после удара «Мамо Туре». Кстати, пас ему дал Белал Белалов. И вновь хозяева простили гостей. На 50-й минуте Герман Паскин, обыграв игрока обороны «Балтики», вошел в штрафную и ударил снизу вверх под перекладину. Мяч пролетел чуть выше рамки. Спустя 4 минуты едва не огорчил своих бывших одноклубников, выступающий сегодня в составе калининградской команды Тамерлан Мусаев. Он пробил в падении головой немного выше ворот. К середине второго тайма преимущество перешло к «Балтике». Но и «Волга» периодически огрызалась довольно острыми контратаками. Так, на 69-й минуте «Мамо Туре» смог уйти от защитника калининградской команды и нанес удар по воротам гостей. И вновь мяч лишь облизнул сетку ворот с внешней стороны. На 80-й минуте ульяновцы вновь позволили калининградцам нанести удар по своим воротам с близкого расстояния. И лишь мастерство нашего голкипера Андрея Климовича, сумевшего, двигаясь в противоходе по отношению к мячу, среагировать и все-таки забрать мяч буквально на линии ворот. А вот на 81-й минуте даже он не смог спасти ситуацию. После мастерской дальней подачи из аута Кирилла Малерова мяч долетел до вышедшего на замену Дмитрия Баркова и тот в борьбе с защитником в падении сумел протолкнуть мяч мимо вратаря. Счет стал 0-2 в пользу «Балтики». Спустя две минуты «Балтика» имела еще один шанс увеличить счет, но на этот раз фортуна оказалась на стороне волжан. А вот на 85-й минуте «Волга» имела отличный шанс сократить отставание в счете. В суматохе в штрафной площадке гостей метрах в семи от ворот мяч с отскока отлетел к Никите Кирсанову. Он нанес удар и мяч попал в сетку, но опять с внешней стороны. Несмотря на уже неизбежное поражение, ульяновская команда не опускала руки, продолжала искать пути к воротам соперника и в добавленное время. Но больше счет не изменился. «Волга» потерпела второе подряд поражение и уже в который раз в упорной, равной с соперником борьбе. Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюняев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет австрийский пианист, композитор и музыкальный педагог Фридрих Гульде. Первый бас современности Ферруччо Фурланетто. Гитарист Роберт Фрипп. Он входит в сотню величайших гитаристов всех времен. Музыкант, певец, участник групп «Веа», «Пламя» и «Самоцветы» Валерий Белянин. Когда-нибудь, а время быстро мчится Нам пенсии в квартиры принесут И долгими ночами будут сниться Дам песни, что сейчас о нас поют Лунда заглянет ко мне в мое поконце И я, как будто, став моложе вдруг Припомню сразу песенку по солнце О мальчике, нарисовавшем круг Певица Джанет Джексон Гитарист, певец Константин Битеев Приложи к нему указательный палец Это наш знак Это наш знак Давай станцуй медленный танец Прямо в лицо Делай вот так Твои губы не сводят меня с ума Так сильно как Так сильно как Твоя шея не сводит меня с ума Так сильно как Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события В 1856 году в Петербурге в Театре цирки Находился на месте Мариинского театра Прошла премьера оперы Доргомышского «Русалка» Ах, кто-то все вынекти молодые Посмотрим, что в этом культуре Упрямый вы И все другое тоже Смертить во вновь на скудах Уж если вдруг зависит В 1870 году в Москве Прошла премьера симфонической Увертюры фантазии Петра Чайковского Ромео и Джульетта В 1874 году в храме Святого Марка Венеции Состоялась премьера «Реквейма» Джузеппе Верди В 1888 году электротехник Эмиль Берлинер Впервые публично продемонстрировал в Филадельфии Изобретенный им граммофонный диск Через несколько лет это изобретение Вытеснило неуклюжие валики фонографов Открывших эру звукозаписи В 1980 году Пол Маккартни Выпустил альбом «Маккартни 2» В 1981 году в России на экраны вышел музыкальный фильм «Душа» Он стал пятым в прокате СССР Его посмотрели более 57 миллионов зрителей В 1987 году в Алма-Ате было объявлено о создании группы «А-Студио» Позолоченный свет твоей слезы горел в ночи Обнимая меня, сказала ты, не уходи Зная, что нет моей вины Я прошептал тебе прости Все пройдет, не грусти, не грусти В 1998 году норвежский поп-проект «Аква» Занял первое место с песней «Повернуть время спеть» 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 Занял первое место с песней «Повернуть время спеть»